ездил за молоком у меня новые крепления камеры я хочу попробовать у меня есть две минуты с вами побеседовать посмотрю как это снимет о чем с вами поговорить ну давайте рождестве я поздравляю вас с рождеством рад за тех кто сходил причастился и побывал храме порадовался детишек сводил это очень важно ходить в храм и очень важно понимать о таких праздниках что что же на самом деле происходит и конечно рождество особый праздник на него конечно надо бы по особенному ходить потому что он возвестил нам новую жизнь новую жизнь христос родился ну правда он конечно не родился он вочеловечился потому что бог слова христос он рожден прежде всех век но прежде всех век пошли события так что пришлось богу приходите искупать наши грехи но человечица то есть самому потерпеть все страсти и беды которые мы с вами можем иметь и поэтому он искупил наши грехи но родился в человеке то есть он как бы второй раз родился от духа святого и таким образом как бы здесь сын божий рождается так от третьего лица духа святого по воле отца небесного вот тут троица уже воплощается урождество одиночка не так конечно проходило но то что в вифлееме по видимо это точно в каком году никто не знает нет точных исторических данных кто говорит что за несколько лет до того как наступил эра кто говорит что после какого числа и месяца тоже особенно никто не знает то что волхвы шли по звезде это не факт что в это время он родился потому что есть сведения что волхвы к нему пришли когда ему было два года есть сведения что 7 лет и волхвов было по одним данным 7 человек по другим 15 мы имеем с вами мощи в кельнском соборе троих волхвов поэтому вот называем троих мы их точно знаем они пришли к своему царю поклониться потому что почему к царю они из персии а эта часть вот этих стран галилеи иудеи садуки и так далее они как бы в общем-то были частью только римской империи они не были страной и немножечко но когда-то они были частью персии и поэтому там и было предназначение персии тоже развалилась также как вот российское государство или советский союз развалился и мы ждем нового царя православного который как бы все объединит опять то есть и войдут опять украина белоруссии все страны российские опять вернуться все будет нормально вот вот у нас знамение какое что будет православный царь и умеет ему будет михаил ну них было вот такое знамение что если звезда на небе придет то надо сходить к нему посмотреть и поклониться и они пришли по одним данным ему было два года когда они пришли по другим данным было семь лет ему ну то что ирод велел убить младенца до двух лет говорит что да вот пределах двух лет все-таки это видать ближе они пришли и поклонились и обратно к ироду не вернулись но дело не в этом дело конечно именно в том что этим событием озаменовалась новая эра и новое состояние человека если до христа человек имел только земное предназначение но после того как израиль был изгнан и здесь существовал то после рождения христа он стал иметь небесное предназначение и поэтому это совсем другие другой праздник и другое событие в отличие от тех которые мы еще празднуем которые конечно стоит отмечать и стоит на это особенно обратить внимание и этому учить деток ну вот так с рождеством я попробовал новые крепления камеры камеру кстати мне дочка привезла мы немножечко всех благодарю кто собрал немножечко собрали там где-то 1800 рублей значит но я рад что нашлись те кто помогает те кто хочет в этом участвовать даже маленькими сумочками ну а 20 тысяч дала дочка и купила эту камеру теперь по новой вот я ее и пробую все всем помоги господь всем новых праздников и почаще бывать в правильном храме где действительно есть дух святой и где действительно служат правильные священники все спасибо за внимание господь всем пока не Продолжение следует...